Всем привет, с вами канал Футбол Лайв и это свежий выпуск футбольных новостей. Интер продлит 19-летнего хаубэка Аргентины Карбони и отдаст его в аренду Марселю с опцией выкупа за 35 миллионов евро. Милан покупает Павловича у Зайсбурга за 18 миллионов евро. Защитник пройдет медосмотр в ближайшие часы. Атлетику подпишет Ле Нормана за 34,5 миллиона евро. Об этом сообщил глава Риалса Сидат. Два ребенка погибли, 9 человек пострадали из-за нападения 17-летнего юноши с ножом в Мерсисайде. Ливерпуль и Эвертон выразили поддержку всем, кого затронули трагические события. Агент Кьезы провел переговоры с Челси, однако Вингер Юви близок к переходу в Тоттенхэм. ПСЖ интересен хавбэк ПСВ и сборная Нидерландов с Хаутен. ПСЖ возобновил переговоры по Кимиху. Бавария готова его продать. Челси интересен вратарь сборной Бельгии Ю-19 Пендерс. Его считает новым Куртуа. Арсенал купил Калла Фьори у Болони за 42 миллиона фунтов. Контракт на 5 лет. Фулхэм покупает с метро у Арсенала за рекордные 34 миллиона фунтов с учетом бонусов. МЮ согласовал с Мазарауи контракт по схеме 5 плюс 1. Защитника Баварии купят за 25 миллионов евро. Марокканский полузащитник Софин Амбрабат, правами на которого владеет Ферентино, может перебраться в испанский чемпионат. В подписании футболиста заинтересован мадридский Атлетико. Бывший форвард Манчестер Сити Ихеначо близок к переходу в Севильо. В случае успешного оформления сделки игрок достанется клубу бесплатно. Жирона официально объявила о переходе Брайана Хиля из Тоттенхэма. Футболист будет выступать за каталонский клуб в рамках арендного соглашения. Защитник Баварии Матейс Де Лифт в последние дни послал Манчестер Юн на этот сигнал. Нидерландский футболист сообщил, что все еще ожидает летнего перехода в станк Красных Дьяволов. Вингер Ференсварша Маркиньо сможет остаться в клубе. По сведениям источника, венгерский клуб не намерен отпускать игрока в локомотив. Дехея близок к заключению трудового соглашения с Дженуэ. Однако раньше появлялась информация, что Дехея не перейдет в Дженуэ из-за высоких финансовых требований. При этом отмечается, что сделка в скором времени будет закрыта. Поговаривают, что Виттер Рокки интересен Аль-Хилалю. При этом сообщается, что 19-летний бразилиц предложение саудовского клуба уже отклонил. Нападающий Жуао Феликс вряд ли останется в Атлетику по итогам летнего трансферного окна. Видеть игрока в своей команде очень хочет Унай Эмери, который готовит Астанвилу к сезону с Лигой чемпионов. Нападающий Реала Киллиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций французского Кана, сообщает Ля Порезьен. Наполи открыт к идее обменять своего бомбардира Виктора Асимхана на нападающего Челси Ромело Лукако. Несмотря на то, что сам Асимхан уже дал свое согласие на переход в ПСЖ, французскому гранду никак не удается согласовать с Наполи компенсацию за игрока. Поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романом, Наполи готов попытаться договориться с Челси, который интересовался Асимхана. В то же время Челси ищет покупателя на Лукако, у которого установлена цена в 37 миллионов фунтов. А новый главный тренер Наполи Антонио Конте является большим поклонником Ромелу, с которым они выиграли серию А в Интере. Учитывая встречный интерес, Наполи и Челси готовы обсудить обмен нападающими. А вот по информации Каррера Делла Спорт, Арсенал также возобновил переговоры с Наполи по Виктору Асимхану. Лондонцы связывались в последние дни с итальянцами, чтобы начать новый раунд переговоров и получить актуальную информацию. Добавим, что контракт Асимхана с Наполи предусматривает отступные 130 миллионов евро. Но итальянский клуб, судя по всему, теперь готов довольствоваться и меньшей суммой. Ноттингемфор заинтересован в аренде голкипера Арсенала Аарона Рамсделла. Почти весь прошлый сезон Рамсделл провел за спиной у Давида Раи, приняв участие лишь в шести матчах премьер-лиги. Арн не собирается мириться с ролью запасного голкипера и хочет играть регулярно. Ранее этим летом Рамсделла сватали в Нью-Кассел, Саунгемтон и Челси. А сейчас свой интерес 26-летним игроку сборной Англии, утвердая за сам, проявил Форест. Форест не может позволить себе постоянный трансфер Рамсделла, которого Арсенал оценивает в 50 миллионов фунтов, но готов арендовать Арона. На Сити Граунд ожидает, что Арсенал будет открыт к уходу Рамсделла в аренду ближе к закрытию летнего трансферного окна, если к тому времени не найдет покупателя на игрока. Ливерпуль отклонил предложение французского Марселя о покупке полузащитника Ватару Эндо в размере 14 миллионов евро. Эндо только в августе прошлого года присоединился к Ливерпуле, перебравшись из Штутгарта за 16 миллионов фунтов. Красные обратились к этому варианту после того, как проиграли борьбу Челси за Мозиса Кайседа и Ромео Лавио. К удивлению многих, 31-летний полузащитник сборной Японии великолепно освоился в Ливерпуле, сыграв 43 матча за Мерсисайский клуб и завоевав Кубок Лиги. Своей игрой Эндо заинтересовал Роберто Дедзерби, который в прошлом сезоне тренировал Брайтон, а теперь возглавляет Марсель. The Athletic не исключает, что Марсель вернется с улучшенным предложением после того, как клубу Лиги 1 не удалось заполучить Эндо за 12 миллионов фунтов. Интерес к Энду, у которого остается три года по контракту с Ливерпулем, также проявляют некоторые клубы Бундеслиги. Боруссия и Манчестер Сити обсуждают трансфер Яна Коуто. Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, Дортмунский клуб хочет взять 22-летнего защитника в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. Англичане предпочитают вариант с полноценным трансфером из-за ограничения на количество игроков, находящихся в аренде. Их должно быть не более шести. Сити хочет предоставить аренды слот другому игроку. В случае продажи игрока горожане даже могут немного уступить Боруссии в цене. Такие детали сейчас обсуждаются. Сам футболист ждет прорыва в переговорах между клубами и готов отправиться в Германию в любой момент. Последние два сезона он провел в Жироне на правах аренды. Арсенал следит за ситуацией с контрактом Лероя Санэ. Соглашение 28-летнего венгера с мюнхенским клубом рассчитано до следующего лета. Санэ чувствует себя комфортно в команде и городе и хочет продлить соглашение, сообщает журналист Sky Sports. В том случае, если стороны не придут к соглашению, вариантом продолжения карьеры для Санэ может стать Арсенал. Лондонцы следят за ситуацией, а у игрока сохраняется очень хорошее отношение с Микелем Артетой со времен их совместной работы в Манчестер-Сити. В прошлом сезоне Бундеслиги Лерой провел 27 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 11 результативных передач. Атлетику может подписать Александра Серлата вместо Артема Довбика. Ранее стало известно, что трансфер форварда Жерона находится под угрозой срыва. Агент Довбика заявил, что не увидел серьезного проекта. Украинец ведет переговоры с Ромой. В связи с этим, мадридцы возобновили свой интерес к норвежскому нападающему. Серлат изначально был главной целью клуба на эту позицию, однако Вильериал готов отпустить игрока только при активации пункта об отступных в размере 38 миллионов евро. Именно поэтому Атлетику переключился на Довбика. Жерона была готова обсуждать разные варианты сделки. Мадридцы постараются договориться с Вильериалом о структуре выплат, не подразумевающей единоразовую выплату отступных в полном размере. Серлат стал вторым бомбардиром Ла Лиги в прошлом сезоне, уступив Довбику. Норвежский футболист забил 23 гола и отдал 6 результативных передач. Всем спасибо за просмотр. Это были все актуальные и свежие новости к этому часу. Субтитры сделал DimaTorzok